Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Это вторая часть видео, посвященная красному сухому вину. Напомню, в первой части видео мы из винограда приготовили красное сухое вино и поставили его на брожение. Как это все происходило, вы можете посмотреть в этой самой первой части. Ссылку найдете в описании и в конечной заставке этого видеоролика. Это вино бродило у меня 20 дней, и теперь с ним надо произвести определенные действия. И в данном видео мы разберем такие моменты. Первое. Как снять вино с осадка и поставить на вторичное брожение. Второе. Как стабилизировать вино после окончания вторичного брожения. Третье. Как разлить вино по бутылкам для выдержки. А, естественно, его можно будет употреблять и как молодое вино. Но лучше вино выдержать, дать ему какое-то время, постоять либо в бутылке, либо в бочке. И четвертое. Как карбонизировать вино. То есть приготовить из готового уже вина сухое шампанское. Поэтому оставайтесь с нами. Давайте начнем с самого начала. После того, как вы поставили вино на брожение, в зависимости от того, какие вы использовали дрожжи, если вы использовали культурные дрожжи, то от 10 до 30 дней у вас будет происходить процесс брожения. Если вы делали вино на диким дрожжах, то этот процесс может занять до 2 месяцев. Я делал на культурных качественных дрожжах. Процесс брожения закончился где-то на 14-15 день. Но так получилось, что прошло 20 дней. Меня не было дома. Не мог я заниматься этим вином. И через 20 дней буду снимать вино с осадка. То есть какой для вас должен быть сигнал, что вино надо снимать с осадка? Перестали из гидрозатвора выходить пузырьки. Выходит не больше 1-2 пузырьков за день. Это значит первичное брожение, бурный этап брожения закончился. Естественно, все дрожжи и небольшая часть мезги, которую мы не отфильтровали, осела на дно бродильной емкости. Если ее там оставить, если оставить эти умершие дрожжи, если оставить часть мезги, которая села и сделала, я потом покажу, когда солью, какой плотный, на дне получился плотный осадок. Если это все оставить вместе с вином таким образом, то вино приобретет немножко горьковатый привкус. Чего нам очень бы не хотелось бы, правильно? Поэтому нам надо снять его с осадка. Для этого берем такую же емкость, как та, в которой у нас бродило вино. Я имею ввиду не такую же не по цвету, а такую же по объему. И еще нам понадобится, ну вот я использую вот такой вот сифон. Чем удобен сифон, что его вставляешь, и вот на вот это вот расстояние он не добирается дна. То есть он упирается в этот, ну как бы он погружается в осадок, но сам осадок не затягивает. Затягивает выше осадка. Если нет сифона, можно использовать, ну в принципе, любую трубку. Просто аккуратно ее будете по чуть-чуть погружать, так, чтобы не собрать именно осадок. Емкости и сама трубка должны быть тщательно продезинфицированы. Кстати, я сейчас открою, хочу заодно и попробовать, что у нас получилось. Итак, вскрываем бродильную емкость. Ой, какая красота! Ой, какая красота! И на вид красота. Давайте я начну переливать. А пока вино будет переливаться, займусь дегустацией молодого, еще не добродившего. Но я думаю, что уже достаточно вкусного вина. Процесс пошел. Чтобы минимизировать контакт с атмосферой, накрываем все это дело. Ну что, вино очень ароматное. Практически оно уже выбродило. Такая легкая кислинка для сухого вина характерная. Ну, оно вкусное. Оно реально очень вкусное. Но я думаю, он классное, но еще не совсем прозрачное. Сейчас в процессе вторичного брожения вино будет дображивать. Все дрожжи, которые еще остались там живы, они будут дорабатывать свое. Но сахара, я думаю, что уже практически не осталось. Даже замеры не буду делать. И вино будет постепенно осветляться. То есть, рекомендую вино на вторичное брожение ставить минимум на 20, максимум на 30 дней. При температуре плюс-минус 20 градусов. Я сейчас переливаю вино. Стараюсь не зацепить осадок. Закрываю герметичную емкость. Ставлю это дело под гидрозатвор. И оставляю его еще на 20 дней. А через 20 дней, друзья, мы с вами вернемся к этому вопросу. А, сейчас я еще покажу. Оно сцедится. Я покажу, что там на дне было за безобразие. Ну и как бы забегая вперед, через 20 дней вернемся к этому вопросу и займемся стабилизацией вина. Ну и вот, прошу вас, друзья, полюбуйтесь, как выглядит эта жижа ужасная, неприглядная. Естественно, мы не хотим, чтобы в этой жиже настаивалось на ней наше вино. Практически полностью. Кстати, очень легко вино стягивается с осадка. Он достаточно плотный. Если его там не мешать, видите, он такой, как жижа. Ну, вот так вот. Через 20 дней встречаемся и продолжаем. Итак, друзья, прошло 20 дней. Наше вино отбродило уже давно. Вот у меня почему-то, как у всех блоггеров, привычка говорить наше. Хотя надо говорить мое вино. Надо приступить к следующим двум этапам. Это осветление вина и стабилизация. Для начала хотелось бы его попробовать. Яркий янтарный цвет. Сухое вино. Достаточно хорошее. Итак, друзья, для осветления вина используем бетонит. Продается в магазинах для самогона варенья. Для крафтового приготовления всяких напитков. Для этого берем грамм 150 вина. И расчет такой. Можно взвесить на весах 5 грамм. Можно на глаз вот так вот чайная ложка на каждые 5 литров вина. Хорошенько. А также можно это в кипяченой воде сделать. То есть можно, чтобы в сусло не лезть стаканом по большому счету. Хорошенько перемешиваем. Даем полностью раствориться. И отправляем бетонит в вину. Не забываю после этого все хорошо перемешать. Следующий этап, который желательно произвести, это стабилизация или обеззараживание вина. Для того, чтобы, во-первых, остановить все процессы брожения окончательно. Во-вторых, для того, чтобы, ну, так сказать, избежать возможности заражения сусла в процессе переливки в бутылки или в бочку, где вы его будете выдерживать. И последующие воскисания. Для этого есть два метода. Один метод совершенно экологически чистый. Это пастеризация. Для этого переливаем вино в любую кастрюлю. Нагреваем до температуры 65 градусов. Выдерживаем в течение 15 минут. И потом остужаем до нужной температуры и вино разливаем. Естественно, сутки сейчас будет действовать бетонит. Вино осветлится. После этого его снимаем с осадка, переливаем в кастрюлю, пастеризуем и разливаем по бутылкам. Второй вариант – это использование химических препаратов. Я буду использовать вот такой стабилизатор вина британской фирмы Young's. Могу его показать. Его легко найти в интернете. Он в таблетках. Тут 50 таблеток. Каждая таблетка рассчитана на 5 литров сусла. Для этого надо... Вот такие вот таблеточки. Для этого надо в первую очередь таблетки превратить в порошочек, что я сейчас и сделаю. Набираю еще одну порцию вина. Естественно, все надо делать чистой посудой, чистыми руками. Я размял таблетки в кулечки. Просто порошок их измельчил. Пересыпаем тоже в эту контрольную порцию. У стабилизатора вина можно использовать любой. Я просто использую этот Young's, потому что оптимальное соотношение цена-качество. А, конечно, идеальнее всего для того, чтобы так или иначе этот препарат на основе каких-то химических соединений не разбирался каких. Самый безопасный и самый экологически чистый вариант – это пастеризация вина. Полностью растворяем. И вносим в сусло. Также хорошенько перемешиваем. Закрываем вино крышкой под тем же гидрозатвором, под которым оно стояло. И оставляем на сутки осветляться и стабилизироваться. Теперь хочу рассказать, если вы хотите приготовить к Новому году шампанское. Допустим, вы сделали 20 литров вина, хотите из него сделать пару бутылочек шампанского. Тогда порядок действий такой. То часть вина, из которого мы хотим сделать шампанское, в нем не надо останавливать процесс брожения. То есть, его не надо стабилизировать. То есть, в первую очередь, мы осветляем сусло, переливаем его, снимаем с осадка через сутки в новую емкость. После этого, берем бутылки, подготовленные для приготовления шампанского. Не используйте водочные бутылки. Используйте лучше всего пластиковые бутылки из-под пива, либо натуральные бутылки из-под шампанского. Водочные бутылки разрывают. Пластиковые бутылки из-под пива – это идеальный вариант. Берем литровые бутылки из-под пива, естественно, их дезинфицируем. Нестабилизированное, осветленное, снятое с осадкой вино переливаем в эти бутылки. В каждую из бутылок досыпаем 10 грамм сахара, а лучше всего глюкозы. Допустим, глюкозы или декстрозы, которые предназначены для пивоварения. Но если вы делаете, конечно, 2-3 бутылки шампанского, можно использовать сахар. Примерно 10 грамм сахара на литр вина. 2 чайные ложки, грубо говоря. Хорошенько вино закручиваем и ставим на 10 дней в теплое место. Естественно, встряхиваем, чтобы сахар полностью растворился. Запускается процесс вторичного брожения. Вино насыщается, естественно, углекислотой. Через 10 дней его можно уже оставить до Нового года, допустим, в обычном прохладном месте. То есть, либо в холодильнике, либо при комнатной температуре можно оставить. Тут важно сразу не ставить в холодильник или в подвал, чтобы 10 дней простояло, вот этот процесс карбонизации проходил при комнатной температуре. То есть, в достаточно теплом месте. Остальное вино, из которого мы хотим делать вино, стабилизируем, обеззараживаем. Либо таблетками, либо, как я уже говорил, с помощью пастеризации. Вот, и завтра еще покажу, как разлить вино по бутылкам. Ничего сложного в этом, по сути, нету, но все-таки завтра будем его разливать. На следующий день вино осветлилось. И должно быть идеально чистое. Пришло время разлить его по бутылкам. Есть два варианта выдержки. Первый вариант в бутылках. Второй вариант выдержки в бочке. Если вы предпочитаете бочки, то готовите бочку стандартным образом и разливаете вино на выдержку. Кстати, получается очень-очень толково. Если вы хотите делать выдержку в бутылках, для этого достаточно полгода. То есть, сейчас молодое вино, к весне уже будет хорошее, качественное, сухое вино. Все надо делать в такой максимальной чистоте и стерильности. Все должно быть продезинфицировано, включая бутылки. Наша ключевая задача сейчас не поднять муть со дна. Действуем очень аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не полилось. Вот теперь полилось. Хорошо продезинфицированные бутылки. Начинаем разливать вино. И получили пока вот такое вот молодое вино. Оно не идеально прозрачное. Но с тонким ароматом и прекрасным вкусом. Так, главное не увлекаться. Наполняем бутылки вот до такого уровня, практически под горлышко. Закупориваем тем методом, который позволяет нам бутылки. И ставим, друзья, в темное место. При температуре 10-15 градусов подвал идеален, чтобы вино выдерживалось. Весной или летом наслаждаемся прекрасным сухим вином. Ну вот, как видите, процесс достаточно прост. Я думаю, что найдутся люди, которые параллельно со мной готовили вино в 2018 году. Наверняка это видео прослужит еще не один год. Поэтому, друзья, пользуйтесь «Рассказал все, что знал». Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой снимаем для вас новые интересные видео. Он мне вино не перельется. Ваше здоровье и всего доброго. До свидания.